Всем привет! Моё видео посвящено теме переоборудования румпельного мотора Порсун 5.8 под дистанционное управление. Мотор довольно распространенный. Я думаю моё видео будет полезно. На ютубе есть ролик. Там пользователь Петрович подробно рассматривает процесс подключения дистанционного управления к мотору Меркури. Ему особый респект и уважуха. Мой метод, способ подключения дистанционного рулевого похож на его способ, но есть некоторые отличия. Первое. Так как мотор на гарантии, то весь крепеж на хомутах и стяжка, то есть чтобы не сверлить лишних дыр. Вот весь комплект, собственно, что нужно. Второе. Как оказалось найти подходящую трубу, чтобы вот этот концевик рулевого управления вышел в середину. Не так легко, там диаметр внутренний 16. То есть пришлось поискать. Но зато сверху просто нарезал резьбу, ничего варить не пришлось. Третье. Для крепления тросов C5 я использовал имеющуюся в наличии пластину, вот такую пластиковую, толщиной 20 мм. Просверлил в ней отверстие по 17 мм. Из двух кусков плазмассы имеем простое крепление, которое крепится вот таким способом. Если видно хорошо. Данный способ отключает сварку, то есть просто саморезами снизу крепится к пластине и все. На японском сайте, посмотрел, была классная консоль, которая не требует никакой установки в пол лодки. То есть она крепится вот этими концами к сидушке, вот таким образом. И имею из одной трубы определенного профиля компактно, просто легко и красиво. Мне очень нравится. Так, а вот необходимое крепление. Это для поворота двигателя. Это для крепления газа. Эта штука для рулевого управления. Вот и эта же. Тяжкий от обыкновенного автомобиля. Ну, Chevrolet. Переварено. Чтобы было переменной длины, можно регулировать. И рулевое при 5. Вот оно. Так. Дистанционное управление газом реверсом использовал стандартную машинку Ультрафлекс, двухручечную. Честно говоря, загорелся идеей сделать одноручечное управление. Я целый месяц провел в расчетах, выучил SolidWorks. В результате Commander я все-таки сделал. Вот он. Из этого его пластика, который я вам показал. Построил модель в SolidWorks. И потом на станке с ЧПУ мне вырезали такую штуковину. Вот сейчас модель, кстати, работает. Но ее нужно еще немного доработать. Услуги, кстати, по вырезанию на станке с ЧПУ не дешевые. Это обошлось в 100 долларов. И плюс около 50 долларов материал. Ну, интересно. Сам факт. Одноручный Commander фирменный стоит намного дороже. Но об этом позже. Сейчас покажу, кстати, как эта штука работает. Значит, этот Commander позволяет управлять газом реверсом одной ручкой. Плюс у него есть переключение. Можно холодный двигатель прогреть вот этой кнопочкой. И тогда включается только газ. Реверс. Передачи не включаются. Вот если сейчас я покажу, как это работает. Вот это газ. Зеленая меточка. Вот это реверс. Вот, допустим, даем вперед. Так, сейчас так надо поставить фотик. Так, смотрим. Значит, вот это газ. Вот это реверс. Сдвигаю вперед ручку. Включается первопередача. И газуем до конца. Не траплю. Задний ход включился. И газуем. Тут, кстати, половина газа только сделана специально. Ну, возможно, переделаю. Не знаю еще. Так, если надо, просто прогреваем двигатель. Поднимаем флажок вверх. Задняя передача блокируется. Можно только газовать. Это холостый ход. Прогазовали. Включили передачу. И переключаемся. Значит, развитие этой конструкции, конструкции чуть позже. Тут еще есть мелкие переделки. Теперь перейдем к сборке рулевого. Значит, смотрите. Мой способ крепления рулевого управления к двигателю. Вот такую вот планочку вырезали. Вот здесь есть в двигателе такие выступы. Туда вставляем эту штучку. Теперь берем вот эту вещь. Здесь специально сделана приварена пластина, которая фиксирует двигатель, чтобы он не смещался. И вот тут вот она встает и зажимается болтом. Все очень просто и легко. Что касается газа. Здесь тоже все сделано на двух хомутах. Берем приспособу. Она просто встает вот сюда, на это место. Тут вставляется вот в эту дырочку. Отверстие. И крепится сюда болтом. Все. Штанга для газа установлена. Ну, кто не знает, вот моя лодка. Из полипропилена. Складная. Сейчас буду устанавливать на нее. Дистанционное управление. Так, все. Собрал. Сейчас подробно как подключение. Это на румпеле. Это крепеж рулевого. Так, а вот консоль. Демонстрирую работу механизма. Значит, вращаем руль. видно, да, поворачивается двигатель. Крайняя правая. Тут получается два оборота. Четыре полных оборота. Левое положение. Теперь проверяем откидку двигателя. Ставим среднее положение. Максимальное положение. Демонстрирую. Одной рукой не очень удобно. Демонстрирую. Теперь проверяем положение машинки газ реверс. Значит, включаем первая передача. Включилась. Задняя. Газ. Вот так это происходит. Передача еще раз. Нитралка. Ну, все. Вроде неплохо. Хочу показать еще, что в таком положении вот тоже нормально работает сейчас. Вот газ. Так, выезжаем. Порядок. Нормально, нормально. Среди вот. Вот, вылазил. блин как она круто держит именно крен вообще круто поехали поехали и и и и и и и и хорош красавчик вообще крут Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...